Всем привет! Меня зовут Виктор Медведев, я руководитель онлайн-центра подготовки к ЕГЭ «Репетиторская империя». И сегодня мы с вами попробуем новый достаточно формат для этого канала. Я сегодня с вами хочу поделиться результатами эксперимента. Я в своем инстаграме, ссылочка, кстати, на него будет в описании, несколько месяцев назад рассказал о том, что я ставлю такой эксперимент по тому, насколько вообще достоверны популярные нынче так называемые генетические тестирования. В чем их суть? Суть в том, что за достаточно большие деньги компании предлагают проанализировать ваши гены, а гены, как вы знаете, они не меняются у человека на протяжении всей жизни. И вот так как у нас сейчас начинается расшифровка генома человека, и ученые определяют, какие гены за что отвечают, так вот, компании предлагают нам с вами узнать информацию о себе, о своем здоровье, о каких-то предрасположенностях, потому что если вы сдаете общество знания, то наверняка вы знаете, что какие-то вещи у нас обусловлены генетически, то есть составляют нашу биологическую природу человека, а какие-то вещи у нас наследуются со временем. И для того, чтобы определить, а насколько это все достоверно, или достоверность этих прогнозов, она, например, такая же, как достоверность гороскопов, я решил провести самый настоящий социальный эксперимент. Я заказал генетическое тестирование в двух наиболее крупных компаниях, и сегодня предлагаю вместе с вами посмотреть, что это, сравнить, стоит ли это своих денег, и какие данные мы можем узнать о себе просто из нашей клетки. В каждой клетке у нас содержится генетическая информация, клетка волоса, клетка, не знаю, слюны и так далее. Вот у нас там содержится целый набор данных анасток. Вот давайте посмотрим, что можно узнать. Я выбрал две компании. Это компания Atlas, один из лидеров генетического тестирования, и компания Genotec. И сейчас мы с вами посмотрим отчет, который очень долго делается тест. Больше двух месяцев все это заняло. Вот, ЕГЭ даже быстрее проверяют, и посмотрим с вами, что и как вообще можно получить. Итак, первый, кого мы посмотрим, это компания Atlas. Вот так вот у них выглядит личный кабинет. Здесь у нас есть профиль здоровья, есть риски, что интересно. Вот есть даже какой-то высокий риск носительства. Дальше показания по спорту, показатели питания. И, кстати, Atlas отличается тем, что он еще и предоставляет рекомендации питания. Например, вот он мне рекомендует употреблять продукт маниок. Я даже вообще не знаю, что это такое. Итак, ну что, давайте посмотрим то, что связано со здоровьем. Вот пишет на Atlas, что результаты генетического теста позволяют оценить состояние здоровья. И вот 20 рисков. То есть вы уже можете определить, к чему вы предрасположены. Вот мы можем с вами посмотреть. Ну что, друзья, неутешительные новости. Казалось бы, вот вам руководители крупнейшего онлайн-центра. А высокая предрасположенность, причем генетическая, к болезни Паркинсона. Вот, поэтому, учитывая то, что она неизлечимая, это как бы не добавляет оптимизма. Поэтому, возможно, вы смотрите даже последнее видео на канале Виктора Медведева. И вот здесь вот по разным пунктам идет, да, и написано, какие факторы влияют. Как вы видите, на некоторые факторы, вот, например, ожирение, если вы посмотрите старые ролики, это наглядно видно. У нас влияет и образ жизни, и микробиота. Но какие-то вот низкие риски, вот, например, очень низкий риск болезни Альцгеймера. Вот, поэтому это уже не может не радовать. Теперь давайте посмотрим питание, что же у нас Атлас советует по питанию. Он, вот, очень важный есть параметр здесь пищевого поведения, это вкус кинзы. И вот генетика говорит о том, что у людей с моим генотипом, и генотип это совокупность генов человека, обычно, вот, развит, точнее, ну, у меня кинза ощущается неприятно. То есть, вот, вы задумывались когда-то о том, что то, как вы чувствуете продукты, насколько они вам нравятся или не нравятся, это может быть обусловлено в том числе генетическое. Вот, у меня, например, слабое чувство горького, это достаточно интересно. Вот. Низкий метаболизм кофеина, не совсем знаю, что это значит, но это достаточно интересно. То есть, так, ну, теперь давайте перейдем к чему-то более интересному, хотя я даже не знаю, может ли быть что-то более интересное, чем вкус кинзы. Но давайте посмотрим спорт. И вот вы видите, что здесь определяют уровень различных гормонов, уровень эритроцитов и так далее. Ну, здесь, наверное, нужно обладать серьезным биологическим познанием для того, чтобы понять, насколько вот эти вот спортивные показатели важны. Поэтому мы вернемся к другим признакам. И вот здесь они, конечно, меня удивили. Другие признаки, которые кодируются тоже нашими генами. Например, вот запах фиалки. То есть, генетически установлено, исходя из анализа моих данных, что люди с моим генотипом нормально чувствуют запах фиалки. Поэтому, ребята, если есть кто-то, кто ненормально чувствует запах фиалки, пожалуйста, напишите в комментариях эту информацию. Мне просто интересно. Я не знаю, как можно еще чувствовать запах фиалки. Вот, возможно, мы с вами чувствуем его по-разному. Еще один интересный показатель – это чихание на свету. И моя генетика говорит о том, что у меня высокая вероятность светового чихательного рефлекса. Поэтому, если я выхожу на свет и чихаю, это не потому, что что-то произошло. Это вот как пишет нам сайт. Световой чихательный рефлекс, он обусловлен генетически. Что еще? Пальцевой индекс. Пальцевой индекс, он показывает то, что соотношение безымянного и указательного пальца. Вот. И даже эти признаки, они кодируются нашими генами. То есть, мы вот никогда об этих вещах не задумывались, но тем не менее, вот есть еще какой-то очень странный показатель, даже не знаю, как его комментировать. Вот. Но я думаю, что это что-то очень интересное. Вот. Вот. И люди с моим генотипом обычно склонны к раннему поседению. Поэтому, если вы увидите в роликах седину, то знайте, что... Ну, что пойдет. Такова генетика. Я здесь, как говорится, ни при чем. И теперь мы с вами переходим к географии. Мы с вами узнаем мое происхождение. Как вы знаете, одна хромосома к нам попадает от отца, вторая хромосома попадает от матери. Вот. И, соответственно, можно проследить, так скажем, происхождение этих самых хромосом, так называемые галогруппы. Так вот. Материнская хромосома, она возникла в Передней Азии. Не знаю, что такое Передняя Азия, но это очень интересно. Вот. И к моим генетическим родственникам относятся такие люди, например, как Николай Коперник и Александра Федоровна. Это по материнской линии. Если мы смотрим отцовскую линию, вот, то эта группа распространена в Западной Европе. И моим генетическим родственником, а я напоминаю, что у нас центр называется Репетитовская империя, является сам Николай Второй и Чарльз Дарвин. Но самое главное, что установило мое происхождение, что мои гены это 100% Восточная Европа. В моем геноме еще и присутствуют гены неандертальца. Вот. И что интересно, они есть не у всех людей. Поэтому это достаточно занятно. То есть, вот такую информацию на этот тест. Не знаю, как это можно применить в реальной жизни, кроме того, что теперь я опасаюсь болезни Паркинсона. Вот. И знаю, что на свету у меня возникает рефлекс. Но мы с вами переходим ко второй кампании. Если вы думали, что ролик уже закончился, нет. Здесь все у нас не так красочно, к сожалению, как у Атласа. Но, тем не менее, тоже есть раздел здоровья и долголетия. И что нам показывает раздел здоровья? А показывает он то, что проанализировано огромное количество заболеваний. И самый высокий риск на 71% выше, чем по популяции. У меня чего? А вот вы уже видите. Риск никотиновой зависимости. Поэтому, друзья, курение, естественно, плохо. Репетиторская империя не поддерживает нездоровый образ жизни. И вот генетика говорит, что предрасположенность существует. Также на 24% у меня выше риск биполярного расстройства. Так называемая биполярочка подкралась незаметно. Ну, еще и тут добавилась депрессия и алкоголизм. Поэтому, вот если вы вдруг надумаете делать генетический тест, подумайте, стоит ли это того или не стоит. И здесь тоже у нас есть раздел таланты и способности спорт. То есть, смотрите, в общество знаний мы изучаем с вами, что таланты это, собственно, развившиеся наши задатки. И вот что такое задатки? Мы говорим, что это врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы. Но вот мы с вами можем видеть, что существуют гены, которые, вот, например, у меня на 70% выше образная креативность. Вот. И достаточно высокая склонность к предпринимательству. А вот пение, попадание в ноты, да, вот эта вот способность, она, к сожалению, у меня не на высоком уровне. Еще ниже у меня математические способности. То есть, казалось бы, да, когда вы в школе не понимаете очередную формулу, не понимаете тригонометрию или логарифмы, может быть, на самом деле у вас просто плохие гены. Поэтому можете так взять и сказать своему учителю математики. Способность. У меня наивысшая способность к продолжительности обучения. Действительно, в наш проект Мегазабег, когда я по 12 часов иду занятия, это подтверждается. К анализу информации и так далее. И самое главное, что показывают гены, что на 80% выше, чем по популяции, у меня предрасположенность к IQ выше 170. А это далеко не последний уровень. Ну, также здесь память, чтение и тому подобное. Ну, давайте мы посмотрим, также здесь происхождение последнее. В чем здесь плюс? В чем здесь плюс? Тоже 100% Восточная Европа. Но здесь плюс в том, что он показывает твоих родственников. И если находится какой-то человек, у которого гены сходны с тобой, а точность генетического тестирования, если вы смотрели программы Андрея Малахова, она равна 99%, он сразу вам сообщает, что у вас появился родственник. И вы можете отслеживать, вот, например, нашлась моя на днях четвероюродная сестра. Представляете, вот если бы не это тестирование, я бы в жизни никогда не нашел свою четвероюродную сестру. А так, благодаря ему, мне это удалось. Ну, и вот здесь можно посмотреть этнический состав. Вот 100% Восточной Европы, как я уже и говорил. То есть, во мне нет ничего ни кавказского, ни еврейского, ничего другого. Ну, и давайте последний, наверное, раздел, который мы посмотрим. Если вам интересно это видео. Мы видим, что здесь у нас, опять же, генетически предрасположены такие вещи, как привычка чаще перекусывать, сила, выносливость и так далее. То есть, мы с вами об этом даже не подозреваем. Какой вывод можно сделать по итогам генетического тестирования? Учитывая то, что по заболеваниям картинка не совпала, все-таки есть определенный скепсис в отношении этих результатов. Но учитывая то, что в происхождении оба сайта показали практически одинаковую гологруппу и показали одинаковое этническое происхождение, этнический состав, скорее всего, а это вообще компании, которые не зависят никак друг от друга, скорее всего, гены действительно научились расшифровывать. И действительно, эти компании не берут информацию с потолка, а основывают ее на современных научных данных. А с вами был Виктор Медведев. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите в комментариях, какой факт поразил вас больше всего. Обязательно помните, что мы готовим на результат.